МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Новости у Фереофонтова в студии Ольга Дубровская. 26 рублей будет стоить проезд в общественном транспорте. Когда начнем платить больше, расскажем через несколько минут. А пока о другой теме сегодняшнего выпуска. Минпромторг надумал вернуть павильоны на улицы российских городов. В ведомстве даже подготовили законопроект, который будет регулировать розничную торговлю. И по подсчетам специалистов, это даст 250 тысяч рабочих мест и дополнительные площадки для сбыта продукции. Хотя еще совсем недавно позиция по таким торговым точкам была прямо противоположная. В Красноярске, между тем, борьба с павильонами продолжается. На Сергея Лозо предприниматели вынуждены начать переезд. Кто-то сегодня на новые компенсационные места переехал. Кто-то пока просто перевез содержимое своих ларьков на склад. Уведомления о сносе бизнесмены получили еще в конце прошлого года. Тогда же администрация в одностороннем порядке разорвала договоры с предпринимателями. Бизнесмены с решением чиновников не согласились. И еще три месяца продолжали работать незаконно. Однако сегодня владельцы все-таки начали демонтаж своих сооружений. Постоянно что-то присылают. И, в общем, это как-то все было непонятно. Приходили, предупреждали. И собственник данного павильона приходил, говорил, что возможно будет. Ну вот, стояли. После последнего предупреждения, наверное, еще вместе четыре стояли. Завтра уже здесь не будем работать. Потому что соседи, как я понял, уже не работают. Они все-таки заходили, спрашивали, выезжаем или нет. То есть сегодня мы отрабатываем последний день. Предупреждаем базу, что у нас не будет. И все, завтра уже. Красноярские власти очищают городские улицы от торговых павильонов уже два года. И Ольга Хохлова сегодня вспоминала, как шло вот это противостояние чиновников и предпринимателей. Это Московская Чертаново. Август 2016 года. Экскаватор методично крушит двухэтажный торговый комплекс рядом с метро. Это один из сотни объектов, которые пострадали в так называемые ночи длинных ножей. Именно со столицы по всей России пошла волна борьбы с незаконными павильонами, ларьками и прочими торговыми постройками. Она прокатилась по всей стране и дошла до Красноярска в феврале 2017. Городские власти предупредили, грядет массовая реконструкция улиц, и павильоны будут мешать работам, их нужно убрать. Тогда заявили о 450 сооружениях. Их владельцам власти предложили для переезда компенсационные места и даже деньги на переезд. Но многих бизнесменов эти места не устроили, якобы поток покупателей низкий. У нас некуда потом идти работать, когда снесут павильон, куда мы пойдем работать? Тогда же родилась акция «До павильонам» и родилась для того, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме. А затем около полутора тысяч человек вышли на митинг и попросили городские власти не губить их бизнес и оставить рабочие места. Не отрушить нас никак, вместо мы, а здесь булок. В прошлом году предприниматели не раз объявляли голодовку и перекрывали улицы, требуя оставить их павильоны в покое. За них заступился даже уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он написал письмо главе города с требованием соблюдать права малого бизнеса. Но в итоге павильоны убрали как с центральных улиц, так и с гостевых трасс универсиады. Согласно данным того же Минпромторга, еще два года назад, до начала так называемой ларечной реформы, в России насчитывалось около 200 тысяч ларьков и павильонов. В этой сфере были заняты около полутора миллиона человек. Сколько из них осталось и сколько захочет вернуться в эту сферу, остается только догадываться. Но эксперты уверены, востребованность этой формы бизнеса высока. Ольга Хохлова, Дмитрий Пименов, Афонтова новости. Законопроект Минпромторга напрямую не связан с ларьками и павильонами, так считают в мэрии Красноярска. По мнению первого заммэра, речь идет об уличной торговле, которую в целом администрация поддерживает. Власти не против ярмарок, лоточной торговли и передвижных вагончиков с продуктами. Главное, чтобы все это выглядело эстетично. Надо понимать, что уличная торговля – это нечто большее, это нечто расширенное. Это некая, может быть, лоточная торговля. Но вариантов этой торговли очень много. Поэтому, когда будет принято соответствующее федеральное законодательство, я думаю, мы его изучим и будем следовать, его реализовывать. Ну а как же инициативу Минпромторга поняли сами предприниматели? Этот вопрос мы сегодня задали гостю студии, председателю Краевого союза малого предпринимательства Виталию Бондареву. Давайте посмотрим фрагмент нашего разговора. Мне очень странно, когда заместитель главы города говорит, что это касается лоточной торговли, ярмарок. Наверное, стоит открыть сайт Государственной Думы и прочитать проект закона о торговле. И тогда все станет понятно. Там как раз касается НТО, павильонов, нет никаких там все-таки лоточной торговли. То есть вы изучили все это? Конечно. Более того, мы туда направили свои предложения, и они были учтены в данном проекте. Здесь не договорились, пошли договариваться в Москву? Ну, здесь на самом деле сложно договориться, потому что механизм запустили давным-давно. Еще предыдущая глава города запустила этот механизм, подсмотрев, наверное, московский опыт. И, к сожалению, вот этот механизм до сих пор продолжает действовать. И сегодня даже продолжают сносить объекты. Хотя, вроде бы, вчера администрация города Красноярска высказала позицию, что они поддерживают позицию Минпромторга, они только это делают в рамках того, чтобы упорядочить. Но мне сложно это комментировать, когда сносят объекты, это упорядочивание, или как это расценивать? Сложно. Ну, а как вы вот расцениваете? Вот мы сегодня обсуждали тоже в редакции, что это кажется нелогичным. Сначала власть принимает решение все снести, потом власть принимает решение на самом высоком, условно говоря, куда уж выше министерства уровня, поддержать. Ну, что говорить о власти? Да, у нас очень часто власть принимает решения, потом их отменяет. Но это тоже самое касается и как раз вот малоформатной торговли. Потому что мы еще пять лет назад говорили о том, что это рабочие места, что это все-таки социально значимая сфера деятельности, где люди сами себя обеспечивают. Это как раз те самозанятые, о которых власть постоянно говорит. И, видимо, ну, поняв, что совершили ошибку, вот Минпромторг все-таки убедил, что надо все-таки разворачивать этот механизм в обратную сторону, да? Понятно, что эта волна уже прокатилась по всей России, многих предпринимателей просто снесли, стерли с лица земли. И сегодня говорят о том, что надо, наверное, все-таки возвращаться к этому. Потому что у нас экономика не развивается. И то, что часто говорят с экранов телевизора, что у нас все замечательно, на самом деле все не так. Мы в этой студии не раз собирались и говорили по поводу судьбы павильонов. И очень много разговоров шло о судах, в которые обращаются предприниматели. Вот эти истории ничем закончились. В суды все-таки люди дошли ли до судов? И какие решения принимали суды? Смотрите, там на самом деле очень много судебных процессов идет. И односторонний отказ от договоров, и возмещение убытков. Многие судебные процессы еще на сегодняшний этап продолжаются. Более того, хочу сказать, что мы сейчас даже ведем такое свое депутатское расследование в части исполнения должностных обязанностей отдельными представителями администрации. Я думаю, в ближайшее время более полный объем информации мы предоставим вам. 26 рублей. Такой тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в правительстве края. Документ уже подписан. Вскоре его опубликуют на сайте краевой администрации. Распоряжение вступит в силу через 10 дней, то есть 22 февраля. Добавлю, подорожал проезд и по транспортной карте. Теперь такой билет обойдется пассажиру в 25 рублей. Последний раз, напомню, тариф на общественном транспорте поднимали в 2015 году с 19 до 22 рублей. Большие грузы не пустят в город во время универсиады. Ограничения будут действовать на определенных улицах. Их список вы сможете посмотреть на сайте мэрии. Заезжать в город на тяжелой технике запрещено с 6 утра до 22 часов вечера. Водители грузовиков весом больше 5 тонн, которых обнаружат без разрешительных документов, будут штрафовать. За этим проследят сотрудники ГИБДД. Ограничения не будут распространяться на уборочную технику спецмашины, автомобили пассажирского транспорта, мусоровоза и на тех, у кого будет разрешение на проезд. Ограничение начнет действовать 21 февраля, а снимут его после универсиады 14 марта. Все необходимые меры обеспечения жилищно-коммунального комплекса города, они будут действовать. Улицы надо убирать, мы с вами понимаем, будет у нас снегопад, гололед утром, значит мы же должны обеспечить безопасность. Мы должны будем подсыпать перекрестки, должны будем подсыпать автобусные остановки. Поэтому, конечно, наружно-уборочной технике, которая будет заниматься вывозкой мусора, это касаться не будет. Но в любом случае, те, кто занимаются вывозом твердых коммунальных отходов, желательно свои схемы графики строить с 22 часов вечера до 6 утра в ночное время, желательно организовывать этот выезд. И, к слову, красноярцам, которые живут рядом с объектами универсиады, придется делать еще одну аккредитацию для проезда к своему дому. В мэрии сегодня рассказали, что аккредитация, которая действовала на тестовых соревнованиях универсиады, утратила силу. Для проезда во время студенческих игр нужна будет новая. Это значит, людям снова нужно собирать документы и опять нести их в администрацию, чтобы получить новую аккредитацию. Отличаться она будет в большей степени защиты от подделок. Получить пропуск можно в администрации своего района. И сейчас коротко о других новостях сегодняшнего дня. Освободить региональных операторов по утилизации мусора от НДС и налога на прибыль предложило правительство. Законопроект уже внесен в Госдуму. Известно, что решение одобрено в Министерстве финансов. Это позволит избавить население от роста тарифов на вывоз отходов. Два новых пункта мониторинга воздуха привезли в Красноярск. Их оборудуют на 60 лет Октября и улицы Котовского. Каждый стоит по 25 миллионов рублей. После проверки частная компания передаст их Министерству экологии. Комплексы позволят улучшить качество экологических исследований. Теперь таких пунктов в городе станет 11. На горе у Николаевского моста появится гигантская надпись из 16 букв. Красноярцы заметили, что там начался монтаж металлоконструкций. Что именно напишут, пока секрет. В мэрии говорят, склону надпись не повредит и никаких движений почвы не спровоцирует. Жители города предположили, что напишут там слово «Универсиада-2019». В небе над Красноярском заметили военные вертолеты. Ведя запись в нашу редакцию, прислали телезрители. Судно пролетели один за другим над Октябрьским мостом по направлению в центр города. В правоохранительных органах и МЧС заявляют, учения они не проводят. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 27%, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемия пошла на спад, но заболевших в крае по-прежнему много. В Красноярске за неделю к врачам обратились больше 9 тысяч человек. В основном это взрослые дети, что радует стали болеть меньше. В крае цифры выше с температурой в поликлинике пришли почти 17 тысяч человек. Эпидпорог превышен во всех крупных городах региона, и врачи советуют носить маски и чаще проветривать помещения. Как отлавливают и содержат бродячих собак, расскажем и покажем после рекламы. Вы смотрите новости Афонтова. Продолжаем выпуск. Суверенный интернет в России одобрен Госдумой в первом чтении. Планируется, что инициатива позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российского интернета в случае отключения от зарубежных серверов. Инициатор, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас сегодня за инициативу проголосовали 334 народных избранника, против только 47. Известно, что на исполнение закона в бюджете на ближайшие три года заложено почти 2 миллиарда рублей. Сам Клишас говорил, что всего на реализацию придется потратить порядка 20 миллиардов. Как отлавливают и содержат бродячих собак, показали зоозащитники. Какие они говорят, горожане с недоверием относятся к специалистам по отлову и не верят в гуманное отношение к животным. Что делают с теми, кому не выжить в диких условиях, узнал Артем Долгаршинных. В приюте пес находится уже полгода. Попал сюда, когда его сбил автомобиль. Тогда и получил кличку «Лексус». После аварии у собаки были сломаны кости, не мог даже сидеть. После операции долго выхаживали. И вот результат. Сейчас «Лексус» на ходу. Вот правда вернуться, жить на улицу уже не получится. Кости поддерживают металлические пластины и в морозы пес просто не выживет. Наши доктора постарались, собрали перелом. И вот теперь мы ищем «Лексусу» дом. Обязательно квартиру, так как ему нельзя находиться на холоде из-за железа. Вот. «Лексус» добрый парень. Да? И здоровый. Ежемесячно через пункт передержки проходит более 100 бродяг. Животное осматривают и стерилизуют. И в случае, если есть необходимость, лечат. В пункте передержки собак содержат 10 дней, после чего выпускают обратно. Сейчас никакого усыпления, нету отстрела. То есть сейчас все полностью как бы именно стерилизация. То есть такое как автоназия, оно применяется только для таких заболеваний, которые уже передаются людям. Ну, соответственно, у нас в Красноярске уже много лет такого не замечено. Некоторых животных оставляют в приюте и ищут им хозяев. Правда, с этим проблемы. За прошлый год из нескольких сотен собак забрали всего 15. Зоозащитники объясняют, люди неоправданно считают дворняк агрессивными. Взять даже тех, что попали на передержку. При виде людей псы виляют хвостом и просят с ними поиграть. А общественники говорят, что если красноярцы станут хотя бы чуточку добрее к бродягам, проблема уличных животных могла бы исчезнуть совсем. Артем Долгооршинных, Вячеслав Казаков, Афонтова новости. И к другим темам. Краеведческий музей готовится к юбилею. Через две недели ему исполнится 130 лет. Сегодня журналистам рассказали о выставке, которую готовят к праздничной дате, и показали хранилище, куда раньше никого не пускали. Дмитрий Пименов все посмотрел и сейчас расскажет. Древо, которое перед вами представляют, это древо людей, живших в Венесейской губернии, начиная с древности, начиная с предков казака и заканчивая современными гражданами. Это древо – центральный образ новой выставки, которую музей готовит к праздничной дате, к 130-летнему юбилею. На ветвях разместились фотографии и портреты людей, живших в разных эпохах. Некоторые – легко узнаваемые. Портрет казака-первопоселенца, которого нарисовал Суриков, фотографии Остафьева, Хворостовского – все это большая семья нашей земли. О семье Енисейской губернии и Красноярского края будет рассказывать и вся экспозиция. Мы рассматривали, кто к нам приходит. А к нам приходят как семейные пары, так и одиночный посетитель. А что людям интересно? А людям интересно, в первую очередь, то, что их касается. Семья, как раньше воспитывали, как раньше создавали семьи, а какие были обязанности трудовые. На выставке не так много экспонатов, но многие редкие или с хитринкой. Вот пасхальное яйцо. Ничем не примечательное снаружи, но внутри художник спрятал целую инсталляцию. Предметы быта и ремесла поместили в витрины в форме условных домов. Выставка будет интерактивной, и взрослые и дети смогут поразмышлять над значением предметов, попытаться отгадать загадки. В выставочном пространстве устанавливают столы. Здесь будут проводить тренинги и мастер-классы. И вот видите, это киль кого-то из куриных. А это уже хранилище. Здесь телекамеры бывают редко, хотя неприметное здание на Калинино хранит очень много любопытных экспонатов. В этом зале на полках лежит столько древних костей, что, кажется, можно собрать целый скелет мамонта, а заодно и шерстистого носорога. А это самая большая кость, длиной более двух метров. Челюсть гренландского кита найдена на Таймыре. Но самый интересный экспонат – скелет кита Белухи, найденный более ста лет назад в устье Енисея. Руки до него дошли только сейчас. 187 костей скелета очищают и собирают воедино. Это будет, наверное, один из единственных экспонатов за Уралом в краеведческих музеях представлено морское млекопитающее, поскольку таких экспонатов, насколько я знаю, в других музеях нет. В этом фондахранилище можно встретить и окаменевший папоротник, который когда-то рос на Красноярской земле, и коралл, который образовался, когда Сибирь была еще дном морским. Есть экзотические бабочки, которые к Сибири отношения не имеют. Их выставят на всеобщее обозрение ближе к лету. Такие экспонаты поставляет таможня, конфискуя их у туристов. Но большую часть музейного фонда навряд ли покажут широкой публике. Своё 130-летие музей встречает в стеснённых условиях. Не то, чтобы выставлять, хранить уже негде. Учитывая то, что музей, родившийся в 19 веке, перешёл в 20 век, из 20 века в 21 и всё с тем же ресурсом, мы трещим уже по швам. Нам просто хоть приостанавливай нашу основную функцию музея, комплектование фонда, потому что практически негде хранить. Тем не менее, сотрудники музея смотрят в будущее с оптимизмом. В планах развивать Астафьевский комплекс в Овсянке, открывать новые выставки. В ближайшее время подготовят экспозицию о 12 наших современниках, которыми будут гордиться наши потомки. До сих пор продолжается разбор и описание фондов, в которых хранится полмиллиона экспонатов. И эти поиски иногда преподносят интересные сюрпризы в виде редких и интересных свидетелей красноярской истории. Дмитрий Пименов, Андрей Ткачук, Афонтова Новости. Инженерная песочница открылась в Красноярске. Школьники профессионально лепят из глины, изготавливают формы для выпечки и вырезают игрушки из дерева. Всё это – отборочный этап проекта. Те, кто проявит себя как настоящий мастер своего дела, сможет создать собственное изобретение. Подробности у нашего корреспондента. Это только кажется, что вырезать по дереву – несложная наука. На самом деле это целое искусство. Ведь из фанеры надо выпилить части будущего летательного аппарата. Это так называемый вступительный экзамен. К каждому маленькому подмастерье нужно соорудить небольшой планер. Всего за два часа. Отцентровать её, центр тяжести найти, чтобы модель сбалансированная была. И она должна полететь. Они её потом заберут с собой. Тем самым они покажут своё желание, своё мастерство. Данил раньше уже мастерил модели самолётов. Говорит, в будущем хочет стать инженером и проектировать летательные аппараты. Семиклассник подходит к работе максимально серьёзно. Сейчас вот по этому шаблону. Шаблон – это такая заготовочка, по которой можете назвать это лекало. Кто-то называет это. В авиамодельном это называется шаблон. То есть это такое лекало, по которому вот сейчас вот он будет обрисовать её и будет вырезать. Криво. Аккуратно, не торопись, не доверяй. Первый раз трудно, всё новое. Предметы, с которыми я раньше не встречался. Подобное что-то у нас есть в школе на технологии. А здесь проходят мастер-классы 3D-моделирования. Школьники учатся создавать чертёж по эскизу. Необходимо при помощи точного расчёта и компьютерной мыши изобразить логотип проекта «Инженерная песочница». Как дела, что получается? Теперь выделяешь и начинаешь. Какая задача-то? Сделать шестиугольник. Ничего сложного? Немного. Инженерные школы работают по пяти направлениям. Мастерская, лепка из глины, резко по дереву и не только. Те, кто справится с заданием, пригласят на второй этап проекта, где юные мастера будут заниматься любимым делом целый месяц. А те, кто дойдёт до третьего этапа, смогут создать своё изобретение и попробовать найти ему применение в жизни. Проекты, да, и, естественно, этот проект будет сначала находиться в стадии подготовки вместе с кураторами, архитекторами и мастерами. И в дальнейшем дети, используя материалы, которые будут, опять-таки, предоставлены им для этого, потому что весь проект финансируется за счёт средств президентского гранта, конечно, все материалы, инструменты будут для этого предоставлены. Стать юным изобретателем может каждый ребёнок от 10 до 17 лет. В технопарке «Твори гора» всех ждут по воскресеньям до 10 марта. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Афонтова новости. Начинающие журналисты и блогеры из разных стран приедут в Красноярск учиться освещать универсиаду. Проект «Молодой репортер» проводит Международная федерация студенческого спорта и дирекция универсиады. Подробности в сюжете далее. Мероприятие универсиада также отправится на обзорную экскурсию по Красноярску. Я всегда люблю узнавать о путешествиях, журналистике, узнавать новых людей, новую культуру. Я буду счастлива учиться и учить. Я очень рада приехать в Россию на универсиаду. Никогда раньше не уезжала так далеко от своего дома и никогда не была на подобных мероприятиях. Я очень этого жду. Это будет крутой опыт для меня. Не могу дождаться, когда приеду и увижу всё это. Наставником начинающих акул пера станет независимый специалист по коммуникациям из Канады Мишель Беланджер. Преподавать будут известные журналисты. Например, корреспондент Around the Rings Брайан Пиннелли, фоторепортер Сергей Кривин, директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский. И это все новости на сегодня. Звоните нам, делитесь своими новостями. Телефон редакции прежний 285-14-14. Можете сохранить этот телефон в номер в федеральном формате 8 953-585-14-14. И если вдруг успеете сфотографировать или снять на видео важное, интересное или курьезное событие, присылайте нам в любом популярном мессенджере. Подписывайтесь на Афонтово в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте, Instagram. Заходите на наш сайт afontovo.ru. В студии для вас работала Ольга Дубровская. Хорошего вам вечера и берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова